С вами фирма iugasa.ru по переводу и отправке документов на бесплатные ВУЗы. В этом видео покажем, как поменять электронную почту в личном кабинете для тех, кто подал на восьмимечественные курсы арабского языка в Академии Малик Салмана. Дело в том, что мы столкнулись с такой проблемой, что абитуриенты, которые поступили или их выбрали, им университет отправляет письмо, они в ответном письме подтверждают свое желание, то, что хотят учиться, но те студенты, которые подавались и смайл.ру, и там яндекс.ру, российские почты не контактируют с их серверами и просто-напросто человек не может подтвердить, что он готов учиться и так далее. То есть он просто-напросто лишается учебы в этой Академии из-за такой оплошности. Поэтому мы всегда советуем клиентам, всем нашим клиентам использовать почту gmail.com с аббревиатурой .com всегда. iCloud.com, gmail.com без разницы, hotmail.com без разницы. Главное, чтобы .com было. Как мы можем изменить эту ситуацию, хотя бы что-то поменять, это мы заходим в свой личный кабинет, здесь есть арабский, есть русский язык, но русский язык бета-тестирование, то есть не полностью переведено, получается, скорее всего. Если на русском языке вам более как бы удобно, можете на русском языке. Здесь вот на русском языке есть мой профиль, заходите в мой профиль и здесь есть почта. Вот эту почту, видите, здесь mail.ru указано, мы можем изменить. Создаем для этого почту gmail, специально там создается за 5 минут. Сюда вводим эту почту и добавляем сохранить. И здесь у вас спросит пароль. Здесь у вас спросит пароль и мы вводим пароль, получается. Ваш код проверкой был выслан и новый mail-адрес будет установлен для вашего аккаунта после проверки. После этого вам высылается на почту письмо с подтверждением вашей почты. И заходим мы в свою почту и видим то, что здесь пришло письмо. Оно может прийти в папку spam, тоже можете там посмотреть, если входящих нет. И здесь мы просто подтверждаем свою электронную почту. По ссылке переходим и уже нажимаем на проверить. И все, то есть наша почта подтверждена. Далее смотрим мой профиль. Заходим. И мы смотрим то, что у нас почта поменялась. Теперь же, что поменялось? У нас почта поменялась и скорее всего они письмо вам уже пришлют на эту почту. Если вас примут. Для этого уже у вас, когда будете вы входить, у вас логин вашего входа будет уже другой. То есть, например, не тот логин, который вы создали первым, а уже будет почта. То есть, вот эта новая почта. То есть, когда мы заходим сюда, мы уже новую почту вводим. И пароль остается тем же. А почта у нас поменялась. Если мы посмотрим, вот у нас данные вышли. Номер заявки, фамилия, имя человека, дата подачи. И здесь как бы уже статус выходит. Ваша заявка находится на рассмотрении. Можете перевести на другой язык. На арабский тоже самое. Паля, пкайдад, дираса. Все это мы писали, что означает каждый статус. У вас статусы будут здесь поменяться постепенно. Также следите за почтой. Вот кому нужно поменять почту в личном кабинете, вот как бы инструкция, короткая инструкция, как это все сделать. Чтобы потом в будущем получать письма, уведомления, если вас примут. Надеюсь, чтобы это было полезным. Подписывайтесь, делитесь видео, ставьте лайки. Всем ас-сам-алейкум. Спасибо.